Вокруг химиотерапии много заблуждений. Пациенты слышат много мифов об обязательных побочных эффектах, выпадении волос, тошноты, рвота, отсутствие аппетита, невозможность работать или даже двигаться. И, конечно же, о низкой эффективности химиотерапии. Но что на самом деле представляет собой химиотерапия? Как она работает? Зачем она нужна? И как избежать побочных явлений? Меня зовут Мачалова Анастасия Сергеевна. Я врач-онколог-химиотерапевт, доктор медицинских наук. И я развею мифы о химиотерапии, расскажу о ключевых аспектах лечения и поделюсь историями пациентов, которые прошли этот сложный путь. Что такое противоопухолевая лекарственная терапия? Это введение препаратов, которые позволяют бороться с онкозаболеванием. Сама по себе противоопухолевая лекарственная терапия, она состоит из разных видов. Это химиотерапия может быть, когда вводятся препараты цитостатики, которые непосредственно убивают опухолевую клетку. Это таргетная терапия, когда лечение проводится с использованием препаратов прицельного воздействия, при наличии тех или иных мутаций. Это иммуно-онкологическая терапия, которая в своей основе несет введение иммунных препаратов, которые стимулируют противоопухолевый иммунный ответ. И сейчас очень большое внимание уделяется вакцинам. Все эти лекарственные препараты входят в общее понятие противоопухолевой лекарственной терапии. То есть это все средства, которые позволяют бороться с онкологическим заболеванием. Но для людей, для пациентов чаще всего все эти методы, они называются общим названием химиотерапия. Хотя на самом деле это не совсем так, потому что каждый из препаратов, он разного механизма действия, поэтому не на каждый из этих препаратов могут быть те побочные реакции, которые возникают на химиотерапию в том понимании, в котором привыкли это слышать. В зависимости от того, какая цель химиотерапии подразделяется на неоадювантную, то есть это предоперационная химиотерапия, основная ее цель это уменьшить опухолевый объем для того, чтобы выполнить радикальное хирургическое лечение. Адювантная терапия назначается после операции с профилактической целью. Основная цель адювантной терапии это максимальное снижение вероятности возникновения рецидива. И назначается она, как правило, при радикальном лечении после операции. Если говорить про лечебную химиотерапию, то она назначается при распространенных заболеваниях. И основная цель максимально вылечить пациента, продлить жизнь и увеличить период безрецидивной выживаемости. Очень часто пациенты задают вопрос про вид химиотерапии, то есть это комбинированная, либо это белая, красная. Пациенты знают эти названия, но не до конца понимают, в чем суть. Я об этом расскажу. Комбинированная химиотерапия, она предполагает введение нескольких препаратов, таких как, например, химиопрепараты цитостатики и иммунные препараты. То есть это называется химио-иммунная терапия. Это может быть введение таргетного препарата в комбинации с иммунным препаратом. То есть это таргетно-иммунная терапия и так далее. Почему так делается? Потому что разные методики воздействия на опухоль обладают синергизмом, то есть они взаимно усиливают друг друга. И как правило комбинация двух препаратов или трех, а иногда это многокомпонентная комбинация, обладает повышенной эффективностью и поэтому назначается такое сочетание разных методов. Белая и красная химиотерапия. Так ее называют пациенты просто от того, что есть препарат, как правило это доксорубицин или антрациклин, который по цвету при разведении красный. И есть препараты, которые не обладают таким цветом, их пациенты называют белыми. На самом деле здесь, конечно, различия в самом составе, различия в побочных действиях и различия в том, какая будет введена химиотерапия. Почему очень важно задать вопрос своему доктору, да, какая будет химиотерапия, потому что чаще всего от этого и зависит, какие побочные явления будут у пациента. Если, например, вводится иммунный препарат, то побочных явлений, как правило, не возникает. А если, например, говорить про выпадение волос, то чаще всего оно как раз и бывает при введении этого красного препарата, который пациенты очень не любят. Какие способы введения химиотерапии существуют? Чаще всего пациенты привыкли, что химиотерапия это капельница. Но на самом деле противоопухолевое лечение может быть представлено абсолютно разными способами введения. Это может быть подкожная инъекция, это может быть прием таблетированных препаратов, это может быть капельная система, которая вводится на протяжении 30 минут, а может быть и длительная инфузия с помощью инфузионных помп на протяжении двух суток. Различие в этих способах введения только в том, как они вводятся пациенту. То есть это никаким образом не связано с эффективностью. То есть нельзя сказать, что если мне сделали укол, который действует 3 месяца, то от него не будет эффекта. Это абсолютно не так. И то же самое, что, например, внутривенная химия более эффективна, чем прием таблеток. Нет. Это просто способ введения препарата. А почему тогда не ввести все инъекции в 3 месяца, в 11-3 месяца, в 2 таблетки? Потому что этот препарат не всем показан. Потому что есть определенные показания к назначению того или иного препарата, и кому-то это будет вводиться в вену, кому-то в виде длительной инфузии, а кому-то под кожным уколом. Какие факторы влияют на успех лечения? Конечно, это правильная диагностика. Чем больше информации об диагнозе, об опухоли мы знаем, тем более правильное лечение мы можем подобрать. То есть важна гистологическая характеристика, распространенность опухоли, иммуногистохимические, молекулярно-генетические исследования, которые в комплексе позволяют нам дать ту информацию, на которую мы можем воздействовать с помощью новых препаратов. Конечно же, влияет состояние пациента. Как он себя чувствует на момент начала лечения? Какие у него показатели лабораторные? Какой образ жизни он ведет и как он настроен на лечение? Это тоже сказывается на успехе. Конечно, иногда пациенты думают, что врач-онколог лечит всех одинаково, всем поставили капельницы и никакой разницы нет. На самом деле это абсолютно не так, потому что каждый подбор схемы, режима и способа введения происходит строго индивидуально. И у каждого пациента, даже с одинаковым заболеванием, лечение может быть кардинально разным. А сейчас мы поговорим о наиболее частом вопросе, который интересует всех пациентов. Какие побочные эффекты возникают во время химиотерапии? На самом деле я уже говорила о том, что побочные эффекты не обязательно должны быть при любом способе введения препаратов. Побочные эффекты, которые бывают на введении химиотерапии, они различаются по группам. Это гастроэнтестинальная токсичность, то есть это те побочные реакции, которые связаны с поражением желудочно-кишечного тракта. В частности, это тошнота, это рвота, это может быть слабость, отсутствие аппетита, изменение вкусовых ощущений. Гастроэнтестинальная токсичность сама по себе сейчас уже очень хорошо купируется. То есть у нас есть препараты, которые мы используем целью премедикации, то есть они вводятся до введения химиотерапии. И это позволяет полностью минимизировать такие побочные реакции, как тошнота и рвота. То есть если посмотреть на всех наших пациентов, которые лечатся у нас в отделении, рвоты нет ни у кого практически, тошнота бывает крайне редко. Опять же, не на все препараты возникает эта побочная реакция. Следующим грозным достаточно осложнением является гематологическая токсичность. То есть это влияние химиопрепаратов на показатели крови. Это может быть снижение гемоглобина, снижение лейкоцитов, тромбоцитов. И в целом это является достаточно опасным состоянием, потому что может приводить к определенным осложнениям. Если у пациента есть вероятность возникновения гематологической токсичности, то есть она также возникает не на всех режимах, не от всех препаратов, то мы проводим профилактические мероприятия. У нас также есть препараты, которые позволяют снизить вероятность гематологической токсичности. И даже в случае ее возникновения у нас есть постоянно связь с пациентом, врач контролирует анализы, состояние и при необходимости назначает корректирующую терапию. Что может быть при возникновении гематологической токсичности? На фоне появления лейкопении, то есть это снижение показателей лейкоцитов, у пациента есть высокая вероятность возникновения инфекционных осложнений. То есть пациент с низкими лейкоцитами, у него ослаблен иммунитет. Если он попал где-то в общественное место, где большое скопление людей, он может быстрее заразиться той же самой вирусной инфекцией или получить пневмонию. Об этом мы всегда пациентов предупреждаем. На фоне низкого гемоглобина при снижении показателей гемоглобина есть вероятность сердечно-сосудистых осложнений. Может быть вы обращали внимание, что иногда наши пациенты в общественных местах, они ходят в масках. Как раз это именно поэтому, потому что они более восприимчивы к любым инфекциям, к любым вирусным заболеваниям, и поэтому с профилактической целью они носят эту маску. Также если вы обращали внимание, иногда пациенты, которые проходят активное лечение против онкологии, они имеют бледный вид. Вот это бледное состояние кожных покровов чаще всего возникает на фоне снижения показателей гемоглобина. А сниженный гемоглобин опасен тем, что высокая вероятность осложнений, это может быть инфаркт, это может быть нарушение мозгового кровообращения. Поэтому если показатели гемоглобина снижаются, то обязательно нужно обратиться к своему лечащему врачу. Для корректировки любой сниженный гемоглобин – это не норма, это повод в исполнении показателей гемоглобина. И если это критически низкие показатели, то тогда необходимо проводить гемотрансфузию. Также серьезным осложнением является тромбоцитопения. Сама по себе тромбоцитопения может не проявляться клинически никак. Но снижение показателей тромбоцитов опасно тем, что у пациента может быть повышенная кровоточивость и повышенная вероятность кровотечений. Поэтому если на коже появились какие-то геморрагические высыпания, если есть какие-то кровотечения из десен, может быть, при чистке зубов, если есть признаки ректального кровотечения или желудочного, то это тоже повод для того, чтобы обратиться к своему врачу. Основная моя цель, конечно же, не напугать. Все эти побочные явления, они встречаются не так часто. Это крайне редкое состояние. И все эти состояния можно купировать. У нас есть современные лекарственные препараты и все возможности для того, чтобы их минимизировать и даже при их появлении с ними справляться. Если говорить про наиболее частое нежелательное явление, которого боятся все пациенты, и не только женщины, но и мужчины, это выпадение волос. На самом деле, выпадение волос возникает только при использовании нескольких противоопухолевых препаратов. У нас есть химиопрепараты, при которых выпадение волос, к сожалению, бывает, но большинство препаратов, при которых выпадение волос не происходит. И поэтому, если вам назначили химиотерапию или противоопухолевое лечение, совсем не обязательно, что волосы у вас выпадут. Кроме того, у нас есть сейчас в наличии специальные холодовые шлемы, которые позволяют снизить вероятность выпадения волос или минимизировать эти побочные явления. Что касается тошноты и рвоты, современные противорвотные препараты тоже позволяют полностью купировать это осложнение, и приняв всего-навсего одну таблетку до химиотерапии, у пациента совсем не возникает тошноты или рвоты, чаще всего. Еще хотелось бы отметить, что, наверное, самое глупое из того, что может сделать человек, это отказаться от противоопухолевого лечения, боявшись его последствий побочных реакций или выпадения волос. Потому что на кону стоит жизнь, здоровье, и я, как химиотерапевт, совершенно точно понимаю, что любое нежелательное явление, которое может вызвать даже самая агрессивная химиотерапия, оно временно, оно краткосрочно, с ним можно бороться, не факт, что оно возникнет, а на кону стоит жизнь человека. И никогда не отказывайтесь в лечении, если оно вам показано. Как восстановиться после химиотерапии? Этот вопрос задают пациенты и родственники, которые уже прошли этот путь, закончили лечение и возвращаются к обычной полноценной жизни. Нужно понимать, что момент окончания химиотерапии – это момент окончания всего радикального этапа лечения. Чаще всего со временем все побочные явления, все остаточные проявления, которые были после лечения, они купируются самостоятельно. Но мы в своей клинической практике разработали специальные программы по реабилитации пациентов, которые позволяют наиболее быстро и эффективно возвращать их к обычной жизни. В эти программы включены физическая активность, это занятие спортом, занятие плаванием, это выполнение дыхательных гимнастик и лечебной физкультуры, это активный образ жизни, это правильное питание. Можно с диетологом, с нутрициологом подобрать тот рацион продуктов, который будет максимально комфортный, который будет приятный, который будет полезный в восстановительном периоде. Здесь очень важно отметить, что когда вы закончили основное лечение от своего заболевания, вам нужно регулярно приходить на контрольное обследование и поддерживать связь со своим лечащим врачом-онкологом и проходить динамическое наблюдение. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, так мы сможем с вами всегда быть на связи, ссылка в описании.